В семье Керчанки-Пономарчук Галины Тихоновны историю военных лет помнят и чтят как святое. Письма от дедушки, которые приходили с фронта, читают из года в год, рассказывая молодому поколению о подвиге советских солдат. Во время Великой Отечественной войны письма эти не одни, а получала мама очень много и целая пачка этих писем хранится у нее. До сих пор мы их читаем периодически, особенно перед 9 мая. В рамках республиканского конкурса и инсценированной военно-патриотической песни «Отечеству посвящается» Галина Пономарчук со своим внуком Валентином Обуховым зачитали отрывок из военного письма. Пишу тебе здоровья, здоровья будущей на фронте, здоровья, которая меня доведет туда, где я должен буду без пощадки уничтожать фашистскую планету. В конкурсе военно-патриотической песни театрально-музыкальные постановки, посвященные Великой Отечественной войне, представили учебные заведения и творческие коллективы Керчи. Принять участие в патриотическом представлении могли школьники от 14 до 17 лет. Песни будут всегда вечны и пользоваться популярностью. В патриотических песен можно вложить всю душу, все эмоции, прочувствовать ту энергетику, когда пели наши петки на войне. Синий платочек, День Победы, Обелиск. Песни, звучавшие со сцены, были знакомы каждому, поэтому зрители пели вместе с артистами. Среди конкурсантов были как дебютанты, так и опытные вокалисты, которым удавалось задеть за живое своим профессиональным исполнением. Песня. 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 Песня.